Доброго времени суток всем! В эфире «Современный разговор» с Чингизом Мамедовым. Рад вас приветствовать! Я уже без малого четверть века назад начал заниматься журналистикой, и вот только в последнее время в Ютубе несколько эфиров увидел с вами. Вы достаточно компетентно и профессионально комментируете то, что происходит в мире, и я думаю, что и для меня, и для зрителей было бы интересно узнать ваше прошлое. И вот я вот как журналист вас, честно говоря, до сих пор не знал. Расскажите немножко о себе. Спасибо, Василь. Интересный вопрос. Ну, я закончил, сначала у меня техническое образование было, я закончил Московский горный институт по специальности инженер-физик, а потом закончил литературный институт имени Горького, потому что писал, рассказы писал, повести писал. Но потом вот началась, к сожалению, вот эта агрессия Армении против Азербайджана, начал Советский Союз распадаться, и я ушел в журналистику и публицистику. Я основал газету «Вятан» вместе со своими друзьями, она была независимой газетой, но когда дело до что до регистрации, единственная возможность была зарегистрироваться от имени не какой-то организации, она была зарегистрирована как газета Народного фронта. И мы вот четыре года, с 1989 года по 1 января 1994 года выходили, были независимой газетой. Мы готовили газету в Янже, а публиковалась она в очень тяжелых условиях, приходилось иногда подпольно издавать ее в каких-то частных типографиях, либо в государственных типографиях за плату. Иногда приходилось отправлять даже номер в Грузию, чтобы там отпечатали. Ну вот, газета была скорее журналом, а не газетой, она была аналитическим, потому что находясь в Янже мы не могли публиковать сразу новости, надо было готовить материалы такие, чтобы они привлекали читателей. И, честно говоря, мы добились своего, потому что тираж был довольно большой. После газеты «Озадлых» наша газета вышла вот на второе место, и мы издавались на азербайджанском языке, но каждые три месяца мы готовили один специальный номер на русском языке, и он тоже распространялся не только внутри страны, но в основном был предназначен для того, чтобы распространяться за границей. Я должен сказать, что я одновременно работал в газете «Керабатский рабочий», который потом стал вестником Гянджа, а сейчас «Новости Гянджа» называется. И вот первый номер нашей независимой газеты «Вятан» совпал с изменением названия города. «Керабат» был опять переименован Гянджу. Это случилось 30 декабря 1989 года. То есть вот такое интересное совпадение. Во время Ямарской трагедии, я хочу подчеркнуть это, и, может быть, зрители не знают это, но была взорвана, значит, телевизионная станция в Азербайджане, в Баку вся пресса была приостановлена. Вот в это время, эту неделю, информационный вакуум заполняли две газеты – «Вестник Гянджи» и газета «Вятан». И тираж газеты мы увеличили в 10 раз. Мы отправляли газету не только в другие районы Азербайджана, но, прежде всего, в Баку, но и за пределы, пользуясь небольшой возможностью. И вот, кстати, первая правда о Ямарской трагедии была опубликована через наши эти две газеты. И даже «Радио Свобода», «Азаблых» и, значит, другие иностранные медиаресурсы, они пользовались материалами, которые были бы опубликованы в этих двух газетах, потому что мы в эти 10 дней, где-то неделю, мы очень интенсивно работали. Потом, значит, я получил приглашение от «Эльчеляя», и я год возглавлял его сектор работы с общественностью с 1992 по 1993 год. Ну, потом власть поменялась, и я понял, что наступило новое время, надо работать над собой. Я изучил английский язык и уже в 1995 году поехал в Соединенные Штаты Америки по программе «Маски» Конгресса США и получил звание магистра в университете штата Индиана. И после этого работал на Всемирный банк, работал на ряд международных и европейских организаций. И последние 15 лет работы я был руководителем всех экологических программ и проектов, программ развития ООН в Азербайджане. В ООН есть строгое правило, нельзя заниматься политикой, поэтому я не мог писать. Я, правда, писал, потому что трудно было. Иногда создавались такие события, происходили, что нельзя было не реагировать. Я публиковал статьи, но анонимно, потому что я не мог ставить свое имя под этими статьями. Но, Расим, знаете, не хочу как-то привлекать к себе внимание, но статьи даже анонимные появлялись в этих топ-5, которые сайты все время публиковали. Вот в двух словах. Еще два я провел исследования в Соединенных Штатах Америки. В National Endowment for Democracy о перспективах развития Азербайджана в 2004-2005 году и в 2007-2008 году в Центре исследований ученых имени Вудера Вильсона в Вашингтоне я провел исследование о развитии национальной идентичности в Азербайджане. И вот эти два исследования позволили мне лучше понять процессы, которые происходят в Азербайджане, какие перспективы. И я, конечно, и анализировал события прошлого. А что случилось? Почему, так сказать, вот в Азербайджане происходили эти события? Были ли они объективными? Какой роль играл субъективный фактор? Ну и время от времени публиковал статью, но, как сказал, анонимно, потому что не мог ставить свою подпись под статьями. Вот если в двух словах, не знаю, получилось ли два слова, но чуть подробно. Даже не два слова тут больше. Чингисбай, мы с Вами договаривались на это интервью и, наверное, обсудить, значит, проблемы, с которыми сталкивается Азербайджан и более широко геополитику региона. Я надеюсь, мы можем перейти уже непосредственно к самому интервью. Да, конечно. Значит, сегодня новости о том, самый горячий, что президенты Азербайджана и Ирана, Ильгам Алиев и Раиси, встречаются, уже Ибрагим Раиси, началась встреча на границе. Они, президент, примут участие в открытии новой плотины Газгаласы в городе Парсабад, провинции Абдебель на северо-западе Ирана. Эта плотина станет третьей общей плотиной между Ираном и Азербайджаном. Это вот я из телеграммы читаю информацию. Вчера я записывал тоже интервью с экспертами и задавал такой вопрос, спрашивал по поводу того, точнее упоминал, что в МИД Азербайджана распространял информацию о том, что для нашего посольства в Иране будет предоставлено новое здание. Если раньше официальные лица Ирана и посол Ирана в Азербайджане выражали надежду, что Азербайджан возобновит свою деятельность, свою дипмиссию, мы помним, что произошло 27 января 1923 года, когда было нападение вооруженного на посольство Тегерана и убит наш дипломат. Поэтому, наверное, сами события говорят о том, что мы начали нашу беседу с взаимоотношениями с Тегераном. Очень интересный и очень важный вопрос, Азим. Наверное, трудно найти два таких государства, как Иранская Исламская Республика и Республика Азербайджан. И, как я упомянул, я провел исследование в центре Вудра Вильсона. И очень большую часть этого исследования составляла как раз отношение, что происходило в Иране. Очень часто в прессе и вообще среди политологов иранские политологи или иранские националисты все время утверждают, что Азербайджан – это часть Ирана, и даже долгое время Иран, так сказать, претендовал на Азербайджан. В свою очередь в Азербайджане преобладает мнение, что есть Северный Азербайджан, Южный Азербайджан. Я представлю свое введение проблемы и к чему я привел результат исследования. Конечно, Азербайджан был частью государства, из которого вышли два государства. Это вот мое четкое… Я пришел к этому вводу. Из бывшего государства Каджаров родились два государства. Нынешнее государство Иран и республика Азербайджан. Поэтому утверждение иранских националистов, что якобы Азербайджан – это был частью Ирана, нет. Потому что под Ираном подразумевается нынешний Иран. Азербайджан был частью государства Каджаров. Вот, как повторяю, из которого вышли два государства. И с самого начала отношение между республикой Азербайджан и тем государством, которое сейчас называется Иран, и которое название утвердилось только в 30-е годы XX века, после знаменитого вердикта шаха Ирана, чтобы все иностранные государства обращались в своих письмах как государство Иран. То есть это новое название. И Иран… Я замечу, что это еще было государство Каджаров. Они были у власти. Как только появилась республика Азербайджан, они требовали, чтобы Азербайджан изменил свое название. Они предлагали назвать себя Аран или еще какими-то другими названиями. Но вот руководство элиты Азербайджана под руководством Мамеда Минария Сузадея устояло и на название Азербайджан оно вошло. Потому что Иран говорил, что название Азербайджан – это историческое наследие Ирана, и нельзя называть вот другого государства, как Иран. То есть отношения между Ираном и Азербайджаном, Ираном нынешним и нынешним Азербайджаном, они очень сложные. Это одновременно и близость культур, близость истории. Например, когда в Ваку проводится конкурс Мугама, то есть и иранская музыка и азербайджанская музыка, они очень близки. Наверное, две самые близкие музыки. У нас очень много общего в быту, много общих слов. Раньше вот в иранском персидском языке было очень много тюрчизмов, которые вот Пехлеви, так сказать, отец и сын, они провели чистку персидского языка, и тюрчизмы были избраны и убраны из обихода. И вообще в 20 веке проводилась политика такой персионизации всего Азербайджана. То есть вот такие сложные отношения, и они бросают тень и на нынешние отношения. Иран очень ревностно относится к развитию республики Азербайджан. Это естественно, что они опасаются, что это приведет к каким-то, скажем, националистическим движениям в Южном Азербайджане. Я должен сказать, что я был в Иране, я провел определенное время в Иране, общался с азербайджанцами. Я должен сказать, что и азербайджанцы Ирана, они инкорпорированы в иранское общество, и это дело азербайджанцев Ирана, так сказать. Что они будут делать, что они будут думать, это внутреннее дело Ирана. Азербайджан в это не вмешивается, и руководство Азербайджана все время демонстрировало такую позицию. Но были ситуации, когда Иран, например, на протяжении 30 лет оккупации предпринимал действия против Азербайджана. И то же самое во время 44-дневной войны. Мы знаем это. И после 44-дневной войны, когда Иран вдруг, так сказать, получил какие-то претензии или предъявил к Азербайджану, или выставлял позицию, которая шла вразрез с национальными интересами Азербайджана. Азербайджану приходилось защищаться и довольно успешно. Азербайджанское руководство очень правильными, очень выверенными, я скажу, шагами давало понять Ирану, что Азербайджан — это не та легкая добыча, которую Иран может проглотить. Несмотря на то, что, конечно, разница в количестве населения, в размере экономики, в размере армии, но надо учесть, что на стороне Азербайджана и такая страна, как нынешняя Турция. И плюс азербайджанцы Ирана, они, я сказал, инкорпорированы в иранское общество, они являются иранцами. Я должен сказать, что преобладающие у нас иногда мнения в политологической среде, говорят, что вот азербайджанцы Ирана, они вот… Двойное такое у них само сознание. Они знают, что они этнические азербайджанцы, но при этом они знают, что они граждане Ирана. И вот здесь я хочу сказать, что армянское руководство допустило много ошибок, которые привели их к проигрышу в 44-е на войне. Одна из ошибок заключалась как раз в том, что из себя представляют Иран и иранские азербайджанцы. Конечно, иранские азербайджанцы ездили в Армению. Они наверняка и тоже в какой-то мере, может быть, получили выгоду от того, что были экономические связи между Арменией и Ираном. Но Армения не учла, что есть все-таки национальные чувства. Они думали, что во время войны чувства национальных азербайджанцев в Иране будут такими же, как в мирное время. Они не учли, что есть все-таки национальные чувства, национальная гордость. И во время 44-х дневной войны мы увидели, что азербайджанцы Южного Азербайджана, они, в общем-то, закрыли весь транспорт между Арменией и Ираном. Они поджигали машины с оборудованием, с военным оборудованием. И я должен сказать, что они тоже сыграли свою роль, определенную роль, конечно, в победе Азербайджана в 44-й войне. И продолжают играть положительную роль, потому что они влияют на всю ситуацию в регионе. Вот такой длинный ответ получился. А то, что сейчас открывается плотина, это, конечно, замечательно. Это очень хорошо. Это приведет к смягчению отношений и уже привело к смягчению отношений. И даже вот в ситуации с тем ужасным преступлением, которое случилось в посольстве Азербайджана в Иране, Азербайджан опять продемонстрировал принципиальную позицию, очень принципиальную позицию. И Иран опять пошел на уступки. Вот сейчас открытие нового посольства. Видимо, там будет усилена охрана. И вообще Иран пошел на попятны. Это самый главный результат. А то, что сейчас будут развиваться экономические отношения. Расим, я вот исследовал отношения между, скажем, государством Каджаров и, скажем, северным соседом. Сначала это была Российская империя, потом Республика Азербайджан на протяжении двухсот лет. Вот я ставил такой тест, Расим, те люди, которые более-менее интересуются политикой. Я спрашивал у них, а вы знаете, каким по численности населения городом Ирана сейчас является Тебрис? Вот я задавал этот вопрос политологам, необычным людям. И обычно ответ такой, ну второй либо третий. Расим, Тебрис сейчас является всего лишь седьмым городом Ирана по населению. А во второй половине 19 века Тебрис был самым большим городом и самым главным городом Ирана. Здесь были объективные причины, но здесь были и субъективные причины. Объективные причины заключались в том, что, к сожалению, после того, как произошла Октябрьская революция, установился железный занавес. То есть вот этот железный занавес закрыл экономические связи между, в общем-то, Севером Советским Союзом и Ираном. А Азербайджан, Северный Азербайджан, Республика Азербайджан и Южноазербайджанцы, они очень много выгоды получали от взаимодействия между двумя частями Азербайджана. Очень большое количество иранских азербайджанцев работали на нефтяных приисках в Баку, они участвовали и в различных общественно-политических движениях. Было очень тесное культурное общение между двумя частями. Это фактически, несмотря на то, что вот царская Россия все-таки установила границу по реке Араз, культурное общение продолжалось между двумя частями Азербайджана. Но вот, к сожалению, этот занавес привел к тому, что экономическое общение тоже прерывалось и постепенно, значит, роль Южного Азербайджана и наша пограничная зона тоже, она не участвовала. Вы помните, в советское время я, например, с этим сталкивался, я работал и приходилось ездить в пограничную зону Азербайджана. Вот и Мишли, Сабирабад, вот эта вся зона, Ленкарань, Масалны, это была пограничная зона, вы не могли туда просто так поехать, надо было пойти в отделение милиции по работе, это официальная поездка, это не частная командировка. Надо было пойти в отделение милиции, например, я ходил в Гянджи, получал, так сказать, разрешение, только после этого можно было ехать, а эта пограничная зона была, я могу ошибиться, но чуть ли не там, я не знаю, 90-100 километров. Это довольно значительная, представьте себе, территория Азербайджана, это, может быть, одна четвертая часть Азербайджана, куда люди не могли проникать свободно из других районов Азербайджана. То есть это все приводило к ослаблению экономики, к ослаблению связей. Ну, очень, значит, в 30-е годы еще Сталин принял закон, по которому, значит, иранские азербайджанцы, которые жили в Азербайджане, они вынуждены были вернуться в Иран, и, значит, семьи остались, часть семьи оставалась здесь, другая часть возвращалась в Иран. Это все, конечно, были людские трагедии, но вот сейчас открытие границы, и, ну, сейчас период ковида, и из-за соображений безопасности, как господин президент сам заявил, пока что наши границы остаются, сухопутные границы остаются закрытыми, но они рано или поздно откроются, и это откроет замечательные возможности для экономического развития, как северного Ирана, который является южным Азербайджаном, так и республики Азербайджан. Это очень хорошо, надо торговать, надо, значит, получать взаимную выгоду. Снижение напряженности между Ираном и Азербайджаном, это тоже выгодно обоим странам, и, как показывают последние события, 44-я война вообще изменила геополитическую ситуацию в регионе и во всем мире. Поэтому сейчас идет новое, так сказать, создание новой архитектуры геополитики, и поэтому вот в этих ситуациях улучшение отношений между Ираном и Азербайджаном пойдет на пользу обоим странам. А это вот открытие этой электростанции, тем более это, как говорится, альтернативная энергия, энергия, которая не приводит к выбросу парниковых газов, то есть она и идет на благо всему человечеству. Чингис, спасибо большое за такой развернутый анализ. Вы уже упомянули, что 44-дневная Отечественная война или Вторая Карабахская война, она изменила архитектуру региона геополитическую с точки зрения и влияния различных международных сил в нашем регионе. И как бы мы сменили статус-тво, который долгие годы, словно, в принципе, как раковая опухоль, мешала более успешному развитию Азербайджана. Сегодня архитектура как бы видоизменяется уже в соседних с нами странами, это Армения и Грузия. Последние несколько недель, значит, внимание международного сообщества, мы очень многих экспертов привлечены к тому, что происходит в Тбилиси, в Гереване. Я не буду, значит, подробно говорить о том, что там происходит, все уже так-так знают, наизусть или по памяти. Как вы можете охарактеризовать то, что там происходит, к чему это приведет? Можно рассматривать все в совокупности того, что происходит, значит, выяснение отношений и продвижение своих интересов между Западом и Россией? Противостояние между Западом, сначала Советским Союзом, а сейчас Россией, это какая-то данность, то есть это уже настолько укоренилось, что приходится принимать это как объективную реальность. Но здесь очень много относительно малых игроков, как, например, такие страны, как на Южном Кавказе, бывшие страны, Балтийские страны. И все страны, вообще, как любой человек, так и любая страна всегда стараются быть независимой, потому что независимость, это позволяет стране преследовать свои национальные интересы. Я вот в действиях как Пашиняна, так и грузинской мечты вижу в основном стремление к обеспечению наиболее возможной независимости своей политики. Но, к сожалению, очень много посторонних игроков, которые преследуют свои цели. И даже в нашем конфликте с Арменией посторонние игроки, как показал опыт, 30-летний отрицательный опыт, они преследовали свои цели, и преследование своих целей с их стороны мешало установлению, ну, скажем, справедливого мира на Южном Кавказе. Азербайджан своими умелыми действиями, выстраивая, так сказать, отношения с этими геополитическими центрами таким образом, которые позволили ему восстановить свою территориальную целостность и суверенитет, добился в определенной степени независимости и суверенитета. Теперь руководство как Грузии, так и Армении, они пытаются добиться того же. Но удается ли им, это уже другой вопрос. Например, я считаю, что участие послов иностранных государств Литвы, Эстонии, Исландии, значит, в митинге в Тбилиси, это, конечно, это я даже не знаю, как это назвать. С одной стороны, это, знаете, говорят, что нет демократии. Если нет демократии, как вы вообще проникли в Грузию и пришли на этот митинг? Поэтому это само свидетельство о демократии. Но то, что они вот используют существующую демократию в Грузии в корыстных целях, это тоже явный факт. Потому что как может, так сказать, министр иностранных дел другого государства приходить на митинги, так сказать, вмешиваться во внутренние дела? Здесь вот проявляется то, что я еще исследовал, когда был в центре Вудро-Бильсона, является ли демократия целью, либо средством. Вот, к сожалению, западные страны, они, в общем-то, подорвали в значительной степени веру в демократию, когда они, значит, начали использовать демократию как средство, а не как цель. Потому что вот действия даже вот сейчас в Грузии или, скажем, в свое время действия в Ираке, в Афганистане, когда нарушался устав ООН, когда государства пренебрегали, даже Совет Безопасности ООН, который является главным органом, в общем-то, сейчас в международной политике, Соединенные Штаты пренебрегли мнением и Совета Безопасности ООН. И вот все это привело к тому, что вера в демократию по всему миру, она ослабла, и, значит, стало ясно, что, к сожалению, демократию используют как средство. И вот сейчас и в Грузии, и в Армении идет противоборство между глобальными силами, но при этом внутри глобальных сил они тоже не едины, там тоже есть разные группы. И вот это еще более усложняет ситуацию. Например, даже вот появление Рубена Варданяна в Карабахе, оно, скорее всего, не одобрялось какими-то силами внутри Кремля, но, тем не менее, он там появился. Значит, вот идет какая-то дискуссия, я не знаю, диалог или противостояние внутри этих глобальных сил, и которые тоже в зависимости от времени, в зависимости от ситуации, то одна, то другая группа продвигает свою айдженду, свою, так сказать, повестку. И поэтому ситуация очень осложняется. Мне кажется, вот в том, что в Грузии ситуация приняла такой драматический характер, в основном это противостояние между Россией, но при этом я все-таки вот в ситуации в Грузии я чуть больше ответственности возложил бы на Запад. В Армении я бы поступил наоборот. Мне кажется, вот в Армении, наоборот, пророссийские силы являются теми силами, которые раскачивают лодку. Потому что сейчас вот здравомыслие в Армении преобладает. Конечно, это та же самая власть, которая пришла, значит, в 2018 году, та же самая власть, которая провозглашала, что Карабах – это Армения и точка. Но поражение в войне и принимание во внимание просто определенных простых вещей, знаете, иногда арифметика играет большую роль. Демография, военное строительство, экономика. Даже сравнивать не надо между Арменией и Азербайджаном. Это настолько очевидно, что армянское руководство понимает, что сейчас интересы Армении заключаются в том, чтобы заключить мир с Азербайджаном. Но есть силы внутри Армении, это армянская церковь Вечмиадзини, так называемая апостольская церковь, силы в диаспоре, плюс те силы внутри России, которые вот еще мыслят старой России. Вот люди, которые, ну, назову всего одно имя для того, чтобы просто ясно стало, Затурин, скажем, условный Затурин. Вот эти условные Затурины и вместе с ними, кстати, так называемые российские либералы, российские либералы, вот как это ни странно, в этом смысле империалист Затурин и российские так называемые либералы-демократы, они мыслят одинаково. Они мыслят еще в парадигме старой империалистической России. Они хотят, чтобы Россия преобладала, чтобы Россия доминировала, не понимая, что в России уже нет этих ресурсов. Россия нынешнего времени, это не царская Россия, это уже не Советский Союз. Опять я прихожу к демографии, но не только к демографии и другим показателям. Россия сейчас по населению уступает очень многим странам, ведущим странам, и обладать такой огромной территорией всего 140 с чем-то миллионов населения, это невозможно претендовать на роль мировой державы. По экономике, Россия является всего лишь десятой экономикой мира России, десятой экономикой. У нее, значит, ВВП на уровне Италии и Канады, вот просто чтобы представлять. И, конечно, Россия является, прежде всего, военной державой, в этом нельзя ей отказать. Вообще, надо сказать, я хочу, чтобы была объективность, знаете, надо сказать и про Россию, потому что нельзя все время только критиковать. Население Бангладеш превосходит население России, но какую роль Бангладеш играет в мире? Я думаю, что, согласитесь, что не очень большую. Россия является членом Совета Безопасности ООН, она ядерная держава, у нее худо-бедно есть технологии, и она, как показали санкции, она вполне может, так сказать, существовать и в ситуации с этими санкциями. То есть, надо сказать, что население России еще в пассионарном состоянии, но эта пассионарность убывает, во-первых. Во-вторых, вот эти объективные данные, демография, экономика, они уже не позволяют России играть ту роль, которую Затурин хотел бы видеть для России. Поэтому более умные, трезвые головы в России, прежде всего руководство России, я должен сказать, что основное преобладающее руководство России, они понимают, что для России сейчас наступили новые времена, и надо все-таки проводить более трезвую политику. И вот эта более трезвая политика России, она устраивает Азербайджан, потому что в этом случае Россия не так агрессивна по отношению к Азербайджану, и Азербайджан может выстраивать равные отношения как с Западом, так и с Россией, и добиваться своих национальных интересов. Я хотел бы, чтобы и Грузия, и Армения смогли бы повысить свой суверенитет. Но удастся им это или не удастся, покажут события ближайших. В Армении это произойдет довольно быстро, потому что я думаю, что движение, клирикальное движение, возглавляемое Пагратом Станяном, и поддерживаемое диаспорой определенными силами внутри России в основном, оно все-таки идет на нет, оно угаснет. В Грузии процесс будет продолжаться, я думаю, до выборов осенью, в октябре, но может быть даже еще и после выборов, потому что, к сожалению, ситуация накалилась. И опять я повторю, что большую роль в этом играют, мне кажется, западные страны. И вот для меня индикатором как раз стало, основным, так сказать, индикатором стало появление вот этих министров иностранных дел некоторых стран, там Джо Брайан, помощник госсекретаря, тоже прилетел в Тбилиси. Мне кажется, это вот все показатели того, что нагнетается обстановка в Грузии. Ченгизбей, что касается Армении, у меня вопрос по поводу перспектив достижения подписания мирного договора с Азербайджаном, а также вот сейчас по итогам встречи Пашиняна с Путиным стороны пришли к соглашению, что российские пограничники все еще остаются, значит, патрулировать на границе Армении с Ираном и Турцией. До каких пор, вот как вы думаете, чем это закончится? В конце концов, Пашинян добьется, чтобы российские пограничники вообще покинули территорию Армении, либо он ведет политику сбалансированности, чтобы и российские силовые структуры присутствовали, это как бы тоже защита его от его же западных, как говорится, хозяев, или как там их назвать. С другой стороны, по поводу Грузии тоже, это тоже попытка, вот политика сбалансированности, все-таки он не уводит Иванишвили Грузию в сторону России. Вот я, в принципе, общаюсь с различными экспертами, не всегда, естественно, в эфирах, есть такая вот, я услышал такую версию, что осенью Евросоюз, вот эти структуры западные, собирались в большое вливание сделать денежное в МПО, чтобы это использовалось, как говорится, против руководства, против грузинской мечты, вот как бы эти средства пошли бы на то, чтобы новые акции протеста и, в общем, чтобы общественный порядок был нарушен. Очень интересные вопросы. Расим, обычно вот берут две страны, скажем, Армению и Грузию, и говорят, и сравнивают их. Но я здесь вспоминаю Толстого, когда он в эпилоге к воскресенью, что каждая, все счастливые семьи одинаковы, а каждая несчастная семья несчастливая посводник. Вот здесь надо очень четко разграничить Армению от Грузии. И пока вот эти детали не прояснятся, очень трудно и выглядят как будто две одинаковые страны. Очень разные страны с очень разной ситуацией. Прежде всего по Армению. Армения пока что страна, у которой в законодательном органе, в законах, есть территориальные претензии к Азербайджану и к Турции. Поэтому пока, так сказать, Армения не уберет и не переставит быть агрессивной страной по отношению к Азербайджану и Турции, до тех пор Армения будет находиться, как говорится на английском, vulnerable. То есть она будет в неудобной ситуации, в чувствительной ситуации. Почему? Потому что если она предъявляет претензии к Азербайджану, значит, в любой момент может начаться война, и Азербайджан, естественно, будет отвечать. То есть Армения нуждается в гарантиях безопасности. Вот пока что, я сказал, что просто демография, экономика, ну 90-миллионная Турция, тут свыше, чем 10-миллионная Азербайджан и маленькая, так сказать, Армения. Значит, Армения нуждается в каких-то гарантиях безопасности. То есть для того, чтобы Армения могла обеспечить свой суверенитет, ей прежде всего, это архиважно, ей прежде всего надо установить мир с Турцией и с Азербайджаном, долговременный мир. Вот для этого Армении надо отказаться от территориальных претензий, как к Азербайджану, так и Турции. Я не хочу идти дальше, потому что вопрос большой, чтобы мы охватили. Ну, естественно, вместе с этим идет и коммуникация между Насчеванью и Азербайджаном, потому что это настолько искусственно. Армения разделила Азербайджан на две части и вообще гордится своим статусом, что она форпоз, что она не дает, так сказать, этому Турану, скажем так, условный Туран. Армению или Советский Союз руководством? Руководство Советского Союза, но всегда это чьими-то руками делается. Это делается руками Армении. А Армения, так сказать, сейчас, как говорится, сидит на этом колодце и говорит, вот никому не дам пить воды, хотя сама тоже могла бы получать пользу от этого колодца. Я думаю, я охватил вопрос, да, Россия? Да, да, да. То есть Армения должна прежде всего установить мир с Азербайджаном и с Турцией. Только после этого Армения... Единственное, будет наставить, пожалуйста, наверное, на то, чтобы вывод был российских пограничников? С границей с Турцией и с Ираном? Нет, я не думаю. Потому что с Ираном у России тоже интересные отношения. Все-таки здесь есть элемент и сотрудничества, и соперничества. Поэтому нахождение пограничников на границе с Арменией помогает России использовать этот рычаг тоже. С Турцией, как я сказал... В плане того, если я, извиняюсь, перебью, в плане того, чтобы я просто к месту поставил свое слово, в плане, если все-таки заработал Зангизурский коридор, да? Да, именно для того, чтобы заработал Зангизурский коридор и в будущем. Потому что это дополнительное экономическое развитие, все-таки какое-то присутствие в регионе. Присутствие всегда дает какие-то преимущества. Это не случайно. Россия пытается, так сказать, где это возможно, иметь все-таки свои военные базы. Теперь перейдем к ситуации в Грузии. В Грузии ситуация отличается, потому что Грузия, она была независимым государством ко времени прихода сюда Российской империи. И Иванишвили, он пытается повысить субъектность Грузии, в моем представлении. Конечно, это трудно, потому что он связан экономическими узами с Россией. Второй вопрос, это, значит, вот Цхвенвальский регион и Абхазия, это две очень больные точки. Так получилось, что я вот летом 1977 году, у нас есть друзья грузины, они жили в Гагрии, и мы были приглашены туда с семьей и провели месяц. Очень красивое место, замечательное место. И вот сейчас больно видеть, что происходит. И эта семья, она беженцы, они, так сказать, вынуждены были переехать в Тбилиси. Да, и до сих пор поддерживаем связь. То есть, вот это, конечно, большая боль для Грузии. И здесь опять роль сыграла, конечно, геополитика. Но здесь вместе с геополитикой я хочу отметить и роль демографического фактора. Знаете, очень важно, потому что, если бы в Азербайджане, когда, значит, Азербайджан получил независимость, наше население было меньше 8 миллионов, 7 с чем-то миллионов, из них миллион беженцев. Сейчас население Азербайджана свыше 10 миллионов. Демография вообще в истории играет одну из самых основных ролей. К сожалению, мне кажется, почему-то ее не очень часто принимают во внимание, пренебрегают. Вот в Грузии, к сожалению, демографическая ситуация, необходимо улучшение демографической ситуации. И вот в этом русле, конечно, традиционные грузинские ценности, они очень важны. Они важны для демографии любой страны, а для Грузии они играют еще большую роль. Поэтому вот Грузия, она в другой ситуации. Ей для того, чтобы обеспечить свою независимость, ей надо тоже быть не очень близко к Западу и не очень близко к России. Почему? Потому что, как показали события во многих странах, знаете, как только какая-то страна имеет слишком много рычагов в другой стране, это соблазн появляется, что всегда думается, что я лучше знаю, в чем интерес этой страны, чем сама эта страна. Вот появляется такое высокомерие, либо такое отношение. И, конечно, Грузия должна обезопасить себя в этом смысле. И здесь, Расим, я немножко небольшое отступление сделаю. То есть, вот обычно, когда говорят о Западе или о неправительственных организациях, МПО, здесь, конечно, опять картина очень сложная. Нельзя ее обобщать, упрощать. Я, например, тоже учился в Соединенных Штатах Америки. Я учился на Деньги Конгресса США. Два исследования я провел в Америке. Опять это были, так сказать, оплачивались американским правительством. Но при этом я оставался независимым. Я использовал свое критическое мышление, чтобы более-менее объективно... Конечно, любое мнение субъективно. Никто не может претендовать на объективность. Но вот мое субъективное мнение о той объективной картине мира, которая складывается. Но при этом я одновременно знаю, что есть неправительственные организации, которые финансируются из корыстных соображений. Есть, они есть. То есть, есть люди, которые в неправительственных организациях работают во благо своих стран. Но одновременно есть и неправительственные организации, которые, в общем-то, не очень принципны, они беспринципны. И для них это главное деньги. Но, к сожалению, когда государство принимает меры для того, чтобы ограничить иностранное влияние, иногда, вот как говорится, как мы говорим, то есть получается, что страдают, в общем-то, и довольно положительные люди и организации. Но очень сложная ситуация, потому что государству тоже трудно определить. Как определить? Знаете, иногда одно и то же произносится двумя людьми, либо двумя организациями с совершенно разными целями. Вот помните это знаменитое выражение, что благими намерениями устанут дорога в ад из поэмы о божественной комедии. То есть получается, что иногда очень трудно разграничить хорошее от плохого. И вот это, к сожалению, проходит через судьбы людей. Но каждое государство должно оберегать себя. И вот Иванишвили, мне кажется, он почувствовал, что неправительственные организации, они начинают приобретать слишком большое влияние в Грузии. И не знаю, правильно это было время выбрано, неправильное время было выбрано, может быть. Но вообще любая власть, она всегда опасается каких-то намерений изменить ее, свергнуть ее. И может быть, они почувствовали, что неправительственные организации в Грузии, они начинают приобретать слишком большое влияние. Но результат получился немножко обратный, потому что это немножко подбило масло в огонь. Ну, посмотрим. Я желаю, чтобы Грузия с честью вышла из этого тяжелого испытания. Мне кажется, страсти слишком накалились в Грузии. И прежде всего, может быть, стоит, так сказать, успокоиться на время и посмотреть, о чем закончатся выборы. Выборы могут сыграть роль своего рода показателя, что думают грузины о своем будущем. Чингис Бей, пришло время поговорить об Азербайджане. За последний месяц мы уже теряемся в количестве глав государств, с которыми контактирует, встречается Ильхам Алиев. Наверное, события так стремительно развиваются. И вот такая турбулентность, которую мы отметили в нашем регионе, что приходится каждую минуту что-то менять, выводить в коллективы и договариваться уже с широким кругом экспертов и политиков. Вот сегодня мы уже отметили встречу с Раисеей. Вчера, позавчера с Лукашенко была, до этого встречи с президентами Словакии, Болгарии, Кыргызстана, Казахстана, России, Германии. Как мы уже еще готовимся к проведению грандиозного мероприятия КОП-29, что, в принципе, привлекает внимание к нашей стране всех без исключения, наверное, политиков, глав государств, большинства, абсолютно большинства. Как Азербайджану вести свою политику дальше? Мы все-таки, я думаю, успели до начала войны на Ближнем Востоке решить свои вопросы основные. Азербайджан покинули, значит, военные силы сепаратистского режима, корпус экспедиционной Армении. Сегодня, опять что можно было отметить, на этой неделе помощник президента Фикмет Гаджи встретился с помощником президента США. Мы знаем, что сейчас непростые отношения, взаимоотношения от Вашингтона и Баку. нас обвиняет, значит, Франция в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела в Новой Каледонии, якобы мы нарушаем какие-то международные нормы. Вот хотелось бы услышать Ваше мнение по этим вопросам. И я Вас перебил во время, когда Вы предыдущие вопросы освещали, Вы сказали, что с Ираном у Армении одна ситуация, когда речь шла о пограничниках. И по поводу Турции, Вы когда говорили, я Вас перебил, сказал, что с Ираном хотят сохранять российских пограничников в виде того, потому что могут запустить, значит, Зангизовский коридор, что может негативную реакцию вызвать в Тегеране. Вот тот участок, значит, по поводу пограничников на границе с Турцией. Да, это важный участок. Иран заинтересован в двух вещах. Во-первых, Иран хотел бы, чтобы транспортные коммуникации между основной частью Азербайджана и Нашичеванью, а значит, и между всеми членами организаций Турции и государств проходили бы через ее территорию. Это, во-первых, экономическая выгода, во-вторых, политическое влияние, потому что они будут в состоянии контролировать. И, во-вторых, конечно, то, что устанавливается связь между Нашичеванью и Азербайджаном, без ее влияния, если вам пойдет празднование Зура, это их тоже не очень устраивает. Но здесь я должен сказать, что я чувствую, что руководство Азербайджана заняло очень принципиальную и очень верную позицию, и в этом вопросе Азербайджан не будет идти на уступки. Я таким образом понял выступление президента в Лачине и в Шуше. Потому что если не будет беспрепятственного сообщения между двумя частями Азербайджана, то ни о каких открытии коммуникаций на всем Южном Кавказе, ни о каких так называемых «перекрестках мира» и все остальное не может быть и речи. Это первое. То есть вот в этом заключается, скажем так, драма нынешней ситуации. Эта драма может разрешиться очень простым образом, когда будут два сообщения. Во-первых, через Зангизур и второй через территорию Ирана. Одно другому не мешает. Чем больше возможностей, тем лучше. Но теперь по поводу вашего вопроса. Ответил я на ваш первый вопрос? Да, я просто подключил уже будет три маршрута, еще учитывая Грузию. Да, 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 конечно. И диверсификация она всегда полезна, потому что в этом случае у Азербайджана появляется больше возможностей как экономических, так и каких-то геополитических. Теперь по поводу внешней политики Азербайджана. Я думаю, что Азербайджан очень мудро повел себя во многих отношениях. Во-первых, Азербайджан в движении непросоединения сыграл ключевую роль и поднял движение непросоединения, которое до председательства Азербайджана, в общем-то, не играло какой-то особой роли в мире. Я бы сказал, что это, может быть, это будет звучать немножко, так сказать, слишком громко с нашей стороны, с азербайджанской стороны. Но после вот 50-х годов, когда после Второй мировой войны рушилась, так сказать, система колониализма, может быть, это вот второе движение началось в мире. И Азербайджан сыграл в этом одну из основных ролей, потому что оказалось, что мир на самом деле не двуполярен, а многополярен. Если много относительно не очень сильных государств объединяются, то они могут, чтобы их голос был услышан. И вот, значит, предложение президента Азербайджана, что Совет Безопасности, он должен быть расширен, и туда должны быть включены один член от, значит, движения неприсоединения, и еще один член от исламских государств. Я думаю, это очень правильное мнение. Потому что вот сейчас Совет Безопасности, члены Совета Безопасности обладают право львета. Правда, вот Соединенные Штаты, когда вторглись в Ирак и Афганистан, они пренебрели даже этим. Но это случилось тогда, когда мир был однополярным. Вот был такой короткий период, когда мир был однополярным, Россия была слаба после распада Советского Союза, Чита еще не был достаточно силен. И вот в этих условиях Соединенные Штаты нарушили международное право. Но сейчас уже мир как минимум, так сказать, скажем так, три полюса. И эти полюса, так сказать, то удаляются, то приближаются друг к другу. Вот какой-то Оруэлла, роман его знаменитый 1984, вот один к одному. Удивительно даже, как Оруэлл, так сказать, предвидел все эти события, написав этот роман еще в 1948 году. Провидец, на самом деле. Я вас перебил на минутку, извините, вот то, что роман Оруэлла 1984. Сейчас вот в Фейсбуке часто встречается Оруэлл рисунок и 2004, и он от ужаса, у него глаза прям... Я не видел этого рисунка. Я вам найду, пришлю. Да, пришлите. Но на самом деле, Провидец, знаете, в 1948 году увидит то, что будет происходить спустя полвека, причем с такой точностью. И даже, вы помните там вот его система информации, когда, значит, там система таких труп была установлена во всех квартирах. И как только, скажем, вчерашний герой объявлялся теперь врагом народа, все обязаны были читать все эти книги, какие-то брошюры, все в эту трубу, все уходило в трубу. И через ту же трубу уже новое издание, в которых тот герой уже был, так сказать, не героем, а врагом народа. Вот как он предвидел? Потому что в это время еще не было интернета. Но, видимо, вот есть такие гениальные люди, которые могут предвидеть нам много действий. Да, вы сейчас вернетесь к Азербайджану. Я еще вот помню в студенческие годы читал Гарри Гаррисона. Там тоже была какая-то планета, там всего 40 с чем-то человек жило, да, людей, население. Вот это крысы из нержавейшей стали, вот из этой серии. Там они тоже с друг с другом не общались, они только включали экран и с друг с другом общались, как вот мы сейчас с вами общаемся. Тоже вот еще где-то во второй половине 20 века, видите, вот какие вот описывались фантастические произведения. Да, еще раз извините, мы откранились. Нет, 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 я думаю, что это важно, потому что это добавляет... А, и то, что вот вы говорите, в принципе, я тоже вот такой теории, значит, придерживаюсь, что ничто никогда не меняется, все всегда где-то повторялось. вот тот, значит, режим, который сегодня, скажем, в Северной Корее, он еще где-то есть и повторялся это и в Средние века, и в будущем будет, и так далее. Все просто вот перетекает из одной, значит, из одного региона в другой. И многое зависит в том числе от, значит, личности, которая управляет тем или иным государством и, в принципе, той или иной корпорацией. Да, вы правы, я согласен с вами. Личности, то есть, обычно вот есть разные конспирологические теории, что вот все можно предопределить, есть какая-то группа. Мне кажется, конечно, конспирология имеет место. Всегда есть группа людей, группа стран, группа корпораций, которые могут сговариваться, определять какую-то, строить политику. Но при этом элемент случайности тоже никто не исключает. И даже вот появление каких-то выдающихся личностей, это тоже своего рода элемент случайности. Но они своими действиями создают новую реальность. И мы вот на протяжении нашей уже истории видим, как личности могут на самом деле создавать новые реальности. И с этой новой реальностью уже остальные и участники, и игроки, и игрокам приходится считаться. И вот возвращаясь теперь к Азербайджану, про себя, если позволите. Я думаю, что вот Азербайджан, будучи относительно небольшой страной, всегда есть потенциальные возможности. Как я сказал, конечно, демография Азербайджана – это потенциальная возможность. То, что вот семьи… Желание иметь много детей – это вообще тоже какой-то показатель, знаете, очень важный показатель для стран и для нации. Экономика – то, что у Азербайджана есть природные ресурсы. Но одно дело, есть потенциальная возможность, а другое дело, а удастся ли эту потенциальную возможность притворить жизнь, реализовать. И мне кажется, вот руководству Азербайджана удалось это сделать. И это тоже… В этом тоже есть как элемент объективности, то надо признать, что элемент какой-то определенной… Ну, когда личность вторгается в историю и творит ее. Я думаю, что это тоже надо принять во внимание. Ну да, вот удивительно, как за эти 20 лет условно договорятся с различными как бы центрами сил и решить, разрешить этот… Разрезать городе в узел, который дал могло уметь, чем нависал над азербайджанским государством, над азербайджанским народом. Я еще говорил по поводу того, что вот встреча состоялась помощника президента Азербайджана с помощником президента Соединенных Штатов Америки. Ведь мы видим, что сегодня не только во Франции и в других вот институтах, да, международных, но и в Соединенных Штатах к нам относятся недостаточно… Достаточно недоброжелательно. Тоже интересный вопрос и важный вопрос. Надо сказать, что не только Россия претерпевала изменения, но и Соединенные Штаты претерпевают изменения. Вообще любое государство, оно переходит через разные стадии, и любая империя тоже проходит через стадию создания, расцвета, стабильного состояния, а потом упадка. Вот мне кажется, Соединенные Штаты, как современная империя, они сейчас вышли на… Они прошли уже период, скажем, расцвета. Период расцвета, когда, так сказать, идея демократии, значит, американская мечта. Вот обратите внимание, американская мечта говорила, что, значит, в принципе, каждый человек в Америке может создать, стать чем угодно, включая, скажем, президентом Америки. Но вот что мы видим в Соединенных Штатах? Два, так сказать, довольно немолодых человека на протяжении уже последних 10 лет борются за власть. Почему такое случается? Что такое немолодой человек, да? Это прежде всего человек, укоренившийся, который пустил глубокие корни, который связан, значит, с политическим эстаблишментом, которые уже имеют экономическую поддержку. И вот эти две группы сейчас определяют. Неужели в Соединенных Штатах в 300-миллионной стране, где говорят, что у каждого человека есть равные возможности, не нашлось другого политического лидера? Куда они делись? Почему они не выходят на арену? Именно потому, что Соединенные Штаты прошли этот период, скажем, расцвета. Теперь они вышли на такой стабильный уровень. И, к сожалению, мы видим, что Соединенные Штаты Америки, они очень и подвержены разным недемократическим влияниям. Один из недостатков демократии является в том, что особенно либеральная демократия, что там, значит, каждый человек приобретает, имеет один голос, всего лишь один голос. И вот это представляется как достоинство демократии. Но теперь представим ситуацию, что в этом обществе пока чем-то признаком определенная группа людей уже является, скажем, в сговоре. Любая организованная группа людей в либеральной демократии, они приобретают особую власть. Почему? Потому что они голосуют как группа. И когда голоса более-менее разделены поровну, а в Соединенных Штатах именно это происходит. Любая организованная группа людей приобретает большую силу. Что это в Соединенных Штатах Америки сегодня? Сегодня это в Соединенных Штатах Америки церковь, она очень влиятельна. Это медиа, потому что у них тоже есть влияние. И вообще медиа, мне кажется, играет основную роль. Вот человек, который занимается своим делом, я не знаю, учитель, врач, фермер. У них же нет возможности следить за всеми нюансами политики. Но он включает вечером телевизор. И если ему в телевизоре внушают, что вот этот кандидат, у него рейтинг выше, чем у другого кандидата, постепенно у него складывается мнение, что этот кандидат лучше другого кандидата. То есть вот такие недостатки демократии. Эта группа людей может быть объединена по расовому признаку. Эта группа людей может быть объединена по этническому принципу и даже по ориентации, сексуальной ориентации. То есть вот любая организованная группа людей, она в условиях либеральной демократии приобретает особую власть и уже общество перестает быть демократическим. Оно демократически выглядит снаружи, но внутри оно управляется определенной группой людей. И вот, к сожалению, в свое время, вот и Орел это, кстати, рассматривал, в общем, три системы пришли в столкновение. Значит, фашистская Германия, Советский Союз и либеральная демократия Запада. И когда вот Советский Союз потерпел, сначала Германия потерпела поражение, у них, так сказать, очень короткий был период, 10 лет, значит, с 1933 года и до конца Второй мировой войны, 10-12 лет. Советский Союз просуществовал большее время, 67 лет. И когда распадался Советский Союз, возникло такое мнение, что вот либеральная демократия, вот знаменитая книга Фукуяма «Конец истории», я, кстати, встречался с ним, когда я проводил исследование в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне. В Вашингтоне вообще интересное место, там можно встречаться с очень важными людьми, они с удовольствием идут на встречу, потому что они тоже получают встречу. У меня была довольно продолжительная беседа с Фукуямой, и книга плюс, так сказать, беседа. Вот было такое впечатление, что на самом деле, а что дальше? Но здесь, Расим, я должен сказать вам откровенно, что я в свое время еще, так сказать, будучи молодым человеком, студентом, когда изучал довольно глубоко, мне захотелось изучать марксизм, я задавался вопросом. И помните, вы в советское время жили, определение коммунизма, вы помните определение коммунизма? Советские люди, значит, будут жить при коммунизме, при котором будет все более полное удовлетворение, все более полных растущих потребностей человека. Вот это было определение. Все более полное удовлетворение, все более растущих потребностей человека. Я сразу спросил у своих преподавателей еще в школе. Скажите, а разве есть лимит у потребностей? Как вы можете удовлетворить? Потому что, на самом деле, вот это стихотворение Самеда Вургуна, Вагиф, кстати, там все-таки, конечно, политически неправильная поэма, но там вот замечательные слова есть, что я сейчас вспомню детали, да, да. То есть у сознания, у желания нет никаких лимитов. Как можно их удовлетворить? Вот у Илона Маска сейчас желания, так сказать, такие желания, которые требуют огромного количества денег. Он не может их достигнуть, не получая сверхприбыль, но при этом развитие идет таким образом. Поэтому, когда вот я прочитал книгу «Вплекаемый» и когда говорил с ним, было очевидно, что, и он, скорее всего, да, на самом деле, это книга, которая задавала вопрос, а не давала ответ. Она задавала вопрос, а что дальше? Потому что получалось, что вот либеральная демократия победила, и все, на этом развитие заканчивается. Нет? Стало ясно, что нет, к сожалению, у либеральной демократии тоже есть определенный лайфспан, что он тоже имеет определенные пределы, что наступит время, и он тоже начнет, так сказать, ну, сходить на нет. И вот у Соединенных Штатов Америки сейчас идет стабильная ситуация, но спустя определенное время, это трудно сказать, это может пройдет 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет. И здесь, знаете, вот сегодня мне мой сын прислал интересную ссылку. Оказывается, значит, цивилизация в Древнем Египте продолжалась 3000 лет. Спасибо. Я, честно говоря, никогда об этом не задумывался. 3000 лет цивилизация продолжалась. Потом, значит, римская цивилизация, она продолжалась, сначала начнем с греческой цивилизации, она продолжалась, ну, если я не ошибаюсь, то есть она приблизительно где-то с 7-8 века до нашей эры, так сказать, до, скажем, нашей эры, 700-800. Римская цивилизация чуть меньше. Если мы посмотрим на последующие империи, на Усманскую империю, на Российскую империю, все время время сокращается, то есть человечество ускоряет свой темп. И самое, посмотрим, нам, наверное, не удастся увидеть это время, но вот наши дети, наверное, увидят более сильные геополитические изменения, которые будут происходить в мире. Вообще, будет, наверное, интересное время. Ну, вот в тему я скажу, то, что сейчас на нас обвинения идут со стороны Франции, вот они тоже, да, вот империя рушится, и африканские государства, которые были жертвами неоколониализма, они тоже вот рвутся и успешно достаточно к независимости. И, опять же, государство, которое нас обвиняет во всех реках, оно имеет такое пятно за собой, как, значит, многомиллионные акты вандализма и геноцида африканских государств. Вот. Просто я вам задавал вопрос по Франции, поэтому сказал. А что касается этого, вы сказали... Можно добавить? У меня две сразу мысли возникли, я хочу поделиться. Да, да, конечно, конечно. Первая мысль, конечно, Франция попыталась создать империю, и французская империя, скорее всего, была в XVIII веке. Конечно, они в XIX веке пришли в Африку, но, вы знаете, если посмотреть на карту Америки, Соединенных Штатов XVIII века, мы увидим, что территория контролируемая Франции, вот весь юг Соединенных Штатов, Луизиана, вот эти все штаты, они находились под контролем Франции. И в XVIII веке, а потом в XIX веке, культурная экспансия Франции была очень большой. Вспомните хотя бы Россию XIX века, даже Азербайджан, интеллигенция общалась на французском языке. Вообще, переписка между, скажем, мировой элитой шла на французском языке. Но Франция вот перестала быть этой империей. И у Франции, значит, у любой империи, которая перестает быть империей, встает вопрос, а что дальше? Вот англичане, они выбрали путь, когда они создали содружество, и при какой-то своей доминантности они дали больше возможности содружеству и проводят игры всякие, соревнования. Французы, мне кажется, пошли по очень неправильным пути, они стали держаться вот с двумя руками, вцепились и не стали давать возможности. И вообще, если посмотреть на карту мира, бывшие английские колонии, начиная с Соединенных Штатов Америки, сейчас Индии, они гораздо лучше, значит, развиваются в экономическом смысле, чем французские колонии. Значит, Франция недостаточно хорошо, значит, подготовила почву для того, чтобы администрация, чтобы бюрократия и чтобы экономические этих стран развивались. И, естественно, в азербайджанском слове есть одно слово, которое вот иногда трудно есть переводимые слова, одно из них джерномах. Вот Франция джернеер, они не могут никак это принять как объективную реальность и приспособиться к этой ситуации. И они начинают, особенно нынешние руководства Франции, когда вот наступил этот период. К сожалению, Францию возглавили, возглавил человек вместе со своим окружением, которые совершенно неправильно оценивали ситуацию. Они даже неправильно оценили, что они, в общем-то, это не их сила была после Второй мировой войны. Соединенные Штаты Америки, для того, чтобы Германия не играла опять номинантную роль в Европе, они искусственно все время накачивали Францию всем. Деньгами, технологией, помощью. Даже новую историю придумали для Франции, что якобы она, так сказать, боролась против Германии. Хотя есть очень много фактов, что Франция была гораздо больше на стороне фашистской Германии, чем против нее. То есть вот они все это, так сказать, неправильно поняли и они подумали, что они могут претендовать опять на роль какого-то важного лидера. Даже ее нахождение в Совете безопасности ООН – это нонсенс. Ни по экономике, ни по каким-то другим показателям Франция не достойна того, чтобы находиться в Совете безопасности ООН. И здесь второе, я хочу вернуться к Ирану, потому что надо перебросить этот мостик. Значит, империализм никто не отменял. Империализм, к сожалению, сыграл очень отрицательную роль в истории многих государств, в том числе и Ирана. Иран, надо это принять во внимание, что и сейчас они помнят период империализма, когда империалистические государства, включая Британию, включая Россию, включая Бельгию, включая другие государства, они на самом деле разоряли Иран. Они устраивали перевороты, приводили к власти нужных им людей, так сказать, пользовались нефтяными богатствами. И вот, к сожалению, все это создает очень сложную картину мира. И отношение Ирана с Соединенными Штатами Америки – это вот антиимпериализм, который, кстати, разделяется большинством населения Ирана, не только, скажем, персоязычными. Но все население Ирана знает об этой истории, и поэтому вот есть определенные… И исламская революция случилась вот на этой почве. А теперь, возвращаясь к нашим, так сказать, вопросам, нашим отношениям с Соединенными Штатами Америки. Они очень сложные. К сожалению, внутри Соединенных Штатов тоже есть группы людей, которые некоторые руководствуются религиозными соображениями. Как я сказал, церковь играет большую роль в Соединенных Штатах. Есть нефтяной сектор, есть банковский сектор, есть медиа. Медиа тоже, она, так сказать, в определенной степени находится под влиянием корпораций. В определенной степени я здесь должен подчеркнуть, что вот обычно, когда говорят об Израиле, о азербайджанских отношениях, обычно говорят о покупке вооружений, но мне кажется, не имеющую роль сыграла поддержка израильского лобби в Соединенных Штатах Америки, потому что оно уравновешивало довольно влиятельные вот эти церковные круги, довольно влиятельные армянское лобби. И вот оно помогло, чтобы, так сказать, более-менее положительный имидж Азербайджана и того, что Азербайджан делает, и тех бед, которые были навлечены на Азербайджан, оккупация Азербайджана, что они все-таки какое-то отражение находили в Соединенных Штатах Америки. И последнее, значит, вот эта 907-я поправка, которая была принята в 1992 году, в 1992 году, это было время правления Народного фронта, это вообще индикатор такой, что вот страна, которая якобы выступает за демократию, вводит санкции против демократически избранного правительства. В 1992 году в Азербайджане к власти пришла, ну, скажем, власть, политические силы, которые пришли к власти тем методом, который вот Запад единственно считает демократическим. И в это время против Азербайджана были введены санкции. То есть, как России, а потом Ирану пришлось принять во внимание, что Азербайджан может защищать свои национальные интересы, мне кажется, в Соединенных Штатах Америки тоже постепенно, постепенно приходит понимание. Но это длительный процесс. В этом смысле азербайджанская дипломатия проявляет очень большие способности, очень терпеливо, иногда не реагируя на какие-то, скажем, ошибочные выпады, ошибочные заявления. В смысле, реагируя, но так, как необходимо. Потому что в этой политике очень важно не переходить грань. В ответ на, скажем, привет, давать ответ, который адекватен этому привету. Не переходить. Азербайджанская дипломатия продемонстрировала, что она очень соразмерно это делает и дает возможность в Соединенных Штатах Америки принять суверенитет Азербайджана, его политику во понимание. Спасибо большое, Чингис Бэй. Единственное, вот я хочу, когда мне вопрос задали про то, что знаю ли я определение коммунизма, вот как в Советском Союзе говорили, я почему-то вспомнил фильм «Маленькая Вера», одношумевший, в свое время там у Веры спрашивают, у тебя есть цель в жизни? Она говорит, наша цель – коммунизм. На этой, как говорится, ноте мы закончим с вами очень познавательную, очень полезную, я думаю, беседу, эфир. Уважаемые дамы и господа, вы смотрели интервью с независимым экспертом Чингизом Мамедовым на моем авторском YouTube-канале «Современный разговор» с Россией Бабаевым. Чингиз Бэй, до новых встреч, всего вам наибольшего и спасибо за то, что вы, значит, дали интервью у ним. Россия Бабаев, спасибо. Может быть, я слишком много говорил и иногда, так сказать, делались какие-то отходы в сторону, но это наша первая беседа, я надеюсь, что у нас будет возможность по каждой из этих затронутых, все, может быть, более детально. Ну, я вам скажу, что YouTube – это не, значит, не телевизионная передача, где рамки есть временные, и не газетная полоса, где тоже вот есть определенное поле, которое можно заполнять и приходит что-то урезать. Еще раз спасибо, всего вам хорошего. Да, это вот на самом деле возможности человека и требования человека, амбиции в хорошем смысле этого слова, они настолько хороши и велики, что вот это как раз и способствует развитию цивилизации, развитию человечества, и очень интересно наблюдать траекторию человечества. И спасибо, что вы задавали такие хорошие вопросы. Я признателен вам. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok